Мы начинаем церемонию прощания с Дарьей Едугиной. Даша была, есть и будет всегда в наших сердцах. Очень светлым человеком, человеком невероятно большой души. Другом, журналистом, общественным деятелем. Другой, человеком, который своим уровнем интеллекта и понимания всего, что происходит в мире, продвижением идеи русского мира, покорил сердца миллионов. Это не пустые слова. Вы сами видите, сколько человек пришло сейчас. Проститься с Дарьей. Хотя, наверное, слово проститься здесь не совсем уместно, потому что она всегда будет с нами. Потому что до сих пор невозможно поверить в то, что произошло. В то, что наши враги, используя самые жестокие террористические методы, совершили, наверное, самое страшное преступление, которое только может быть. Я думаю, что история даст свою оценку произошедшему. Наша с вами задача продолжать то, что делала Даша. Она бы этого очень хотела. Слава соболезнования уже высказан и президент Республики Донбасса посмертно. Мы все с вами. И профессионального долга наградить орденом мужества Дугину Дарью Александровну, корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград-Медиа», город Москва. Посмертно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Даша говорит, что Даша было бы приятно послышать. И сейчас она слышит, мои слава, простите, в мирях. Хотел бы церковь. И это важно. Но я хотел, чтобы она была еще и умным. А еще с детства, просто, чуть ли не первыми ее словами, которые, конечно, мы ее научили. Это была Россия. Наша держава, наш народ, наша империя. И она и стала такой вот, и стала такой идеальной, проходя через сложные испытания, но она стала гораздо только лучше, чем мы сами. Всегда в нашей семье, вы знаете, и последнее, когда мы с ней говорили на фестивале традиции, она говорит мне, папа, я чувствую себя воином. Я чувствую себя героем. Я хочу быть таким, я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страхой. Я хочу быть на стороне сил света. Вот самое главное. Моя последняя лекция, на которой мы были с ней рядом, я рассказывал о том, что история – это битва света и тьмы, Бога и его противника. И что мы сейчас в этом, и наша, даже наша политическая ситуация, и наша война на Украине, но не с Украиной. Это тоже часть этой войны света и тьмы. Не больше, не меньше. И когда мы уезжали за минуту ее кончины, гибели, которая произошла на мою глаза, звучала песня Акима Апачева. «Возрастали демонов хоронят». Она хотела ее послушать, но мы поехали раньше. Еще бы не изменять. И вот эта осмысленность ее жизни, вот что поражает. Она была осмысленна, трудна, не смотря в том, что так и надо. Вот так. И не хотела бы она иной судьбы, иной жизни. Она любила славу, которая ей не доставала, и мало хвалили. И сейчас, когда президент наградил ее орденом мужества, я прям чувствую, как она радуется. Она говорит, вот видишь, папа, какой я молодец, а ты говорила. Вы знаете, любить славу за хорошее, что же там плохого, если все это во имя света ни ранее не видуло. Если ты принес себе на алтарь своей идеи, своего народа, своей страны, своей веры, своей истины, то что же в это плохого, если тебя дают должное? Это же так, правильно? Простите, я не могу говорить, я просто очень признателен вам, что... Простите, я думаю, что... Вы знаете, вот последнее, что я хочу сказать, что для нее жизнь, это была смысл. Вот смысл для нее был важнейшей составляющей. Она и прожила вот по этому смыслу. И если это кого-то затронуло, ее трагическую гибель, ее личность, ее цельность, то у нее было бы одно желание. Не помните обо мне, не прознавляйте меня. Сражайтесь на нашу великую страну. Защищайте нашу веру, наше святое православие. Любите наш русский народ, потому что она погибла за народ. Она погибла за Россию, на фронте. И фронт этот здесь, не там, здесь, в каждом из нас. И самая большая цена, которую приходится платить, она может быть оправдана только высшим достижением. Победы. Она же дала во имя Победы. И она погибла во имя Победы. Наши русские Победы, наши истины, наше православие, нашей страны, нашей державы. Простите.